Теперь дети в столовую могут приходить без наличных. Школьники выбирают блюда на свой вкус. К примеру, первое, второе и компот. Затем на кассе ребенок рассчитаться может, приложив руку. При этом система распознает рисунок как левой руки, так и правой. Одной правой заплатить за обед чужому в школе человеку не удастся. Система отпечаток не распознает. А вот рассчитаться наличными по-прежнему можно. 168-я школа, первая за Уралом, в которой появилась такая необычная форма оплаты в столовой. Кстати, чтобы система запомнила рисунок ладони, времени много не требуется. На самом деле процесс сканирования достаточно быстрый, на каждого ребенка занимает где-то от 1 до 2 минут. Чтобы бесконтактная система оплаты работала от одного касания, необходимо на специальный банковский счет положить деньги. Сделать это можно даже с помощью мобильного телефона. Катя в школьную столовую уходит чуть ли не каждую перемену. Теперь для этого не нужны карманные деньги. Родители получают полный контроль над тратами. При каждой оплате им будет приходить смс-сообщение с отчетом. Я могу позвонить родителям. Родителям у меня нет денег. Они спокойненько зайдут в приложение и скинут мне денег. Родители за такой системой. В принципе, это очень удобно. Кошелек не нужен с собой. И так сумка большая, тяжелая. Мы перед собой ставим задачу как можно большее количество образовательных учреждений в ближайшее время охватить безналичной формой расчета. Действительно, это удобно для всех. 168-я школа пока единственная с бесконтактной системой оплаты. Безналичный расчет по специальным картам действует в 85 школах города. Но их число, обещают, будет расти. Проведем совет директоров центрального округа здесь на базе 168-й школы. Посмотрим, обобщим. Какие-то первые плюсы, минусы, возможно, появятся. Если техника себя зарекомендует с лучшей стороны, то уже к концу 2016 года подобные терминалы могут появиться в других школах города. Александр Вяткин, Дмитрий Кан. Новосибирские новости.